МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В медицентре отмечают, что среднесуточная температура воздуха отклонилась на 8-20 градусов ниже климатической нормы. Обычно в этот период норма составляет 12-15 градусов ниже ноля. Как нам пояснили в Краевом управлении МЧС, спасатели в период сильнейших холодов будут работать в усиленном режиме. Холода действительно осложняется, обстановка на дорогах. Избежать подобных проблем можно, временно поставив личное авто на прикол. Не забывайте одеваться, соответственно, времени года и погодным условиям. Стильный холод, прогулки и дальние поездки лучше отменить. Тем временем устойчивые морозы могут привести к загрязнению воздуха. Синоптики предупреждают о том, что в Бийске и Барнауле ожидается повышенное содержание вредных веществ. По прогнозу Малтайского гидромедцентра, 26 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В Крывой столице возможно повышение содержания оксида углерода. Такой же прогноз дается и в отношении Бийска. Отметим, что в период сильных холодов редко сопровождается ветром. Спокойная погода способствует накоплению вредных веществ и примесей в воздухе. Особенно это актуально для больших городов. В этот период традиционно советуют воздержаться от длительных прогулок. Проект бюджета на 2019 год утвердили в Бийске. Доходы составили более 3 миллиардов рублей при относительно небольшом дефиците в 2,5 миллиона. Основные средства предусмотрены на решение социальных вопросов благоустройства, поддержку коренных малочисленных народов и другие. После первого ноябрьского чтения, к которому, напомним, депутаты приступили, не сразу решив, что проект сырой, произошло увеличение доходной части. На 60 миллионов рублей возросли собственные доходы, а также увеличены определенные безвозмездные поступления из краевого бюджета. Притом, многие предложения депутатов нашли свое отражение в документе. В частности, на 10 миллионов рублей увеличены расходы на снос аварийного жилья, дополнительный миллион выделен на развитие детских спортивных школ. Но, однако, заложить расходы на все городские нужды все же не удалось. Бюджет Бийска принят большинством голосов с поправкой. Работа по изысканию дополнительных средств будет продолжена в течение следующего года. Но, тем временем, больше половины бийских депутатов могут лишиться своих мандатов. А все из-за того, что некоторые народные избранники предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Нарушения в декларациях были выявлены в ходе прокурорской проверки. По данному факту прокурорам города в Думу города внесено представление. Указанное представление было рассмотрено Думой и удовлетворено частично. В досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон о противодействии коррупции, было отказано. В связи с чем прокурорам города в Бийский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении обязанности досрочно прекратить полномочия депутатов Думы, представивших неполные и недостоверные сведения. Как было установлено, в основном народные избранники забывали указать наличие счетов в банках, доходы супругов, скрывали факты владения автомобилями и недвижимостью. Так, у лидера фракции «Единая Россия» в Бийской городской думе Юрия Кудинова не нашли в декларации три автомобиля, снегоход и 700 тысяч рублей. Его однопартеец Николай Белозеров упустил 840 тысяч рублей дохода и не указал банковский счет супруги. А вот коммунисты свои доходы, наоборот, завышали, но забывали упомянуть о недвижимости. ЛДП-эровец Алексей Карасев добросовестно указал в декларации 14 квартир, 15 автомобилей, 4 гаража, но все-таки забыл внести 7 прицепов, банковские счета и свои доли в пяти предприятиях. Всего же в ходе прокурорской проверки недостоверные сведения нашли у 17 депутатов Бийской думы. Причем в списке есть представители всех фракций, и все они могут лишиться своих мест. Если суд поддержит административное исковое заявление прокуратуры о досрочном прекращении полномочий, то в новом году в Бийске будут назначены до выборы депутатов. Для жителей Рубцовска тарифы на тепловую энергию со следующего года будут индексироваться исключительно на размер инфляции. Рубцовск первым из городов края стал так называемой ценовой зоной теплоснабжения. Это событие руководство алтайского филиала сибирской генерирующей компании считает ни больше, ни меньше историческим в уходящем году. Что ждет в новом 2019-м жителей столицы края, а также Наукограда, журналистам краевых СМИ рассказали на пресс-конференции сегодня. Возможно, следующий на очереди за Рубцовском Барнаул. Специалисты СГК и мэрии уже все просчитали и подготовили пакет документов, после согласования которого на региональном и федеральном уровнях краевая столица также сможет стать ценовой зоной теплоснабжения. Это позволит привлекать инвесторов, ведь тепловым комплексом, считают специалисты, должен заниматься бизнес, а не мупы, как раньше. Масштабные планы воплощать начнут уже в 2019 году. Мы уже с этого года, не дожидаясь постановления, будем проводить довольно масштабные работы по замене тепловых сетей в городе Барнауле. Подробнее о масштабности. Если в уходящем году капитально отремонтировали 3 километра тепловых сетей и еще 11 заменили в ходе текущего ремонта, то в следующем раскопать планируют чуть ли не весь Барнаул — 40 километров. И деньги под это закладывают немалые, почти 2 миллиарда рублей. Приоритет сетям, на которых аварии происходят часто — ВРЗ, поток Ленина-Калинина. Специалисты говорят, несмотря на масштабность ремонтных работ, горячую воду на длительный срок отключать не будут. За две недели переложить такой огромный объем сетей, наверное, будет невозможно. Но будем делать все, чтобы какие-то дополнительные отключения коснулись только небольших групп жилых домов. Перемены ждут и Наукоград. Сейчас рассматриваются различные варианты модернизации системы теплоснабжения Бийска. Она совсем другая, чем в Барнауле. Второй по величине город-крае помимо ТЭЦ отапливают 32 котельные. Там, вероятно, будет предложена модернизация по следующему принципу. Замещение котельных котельными, и, вероятно, это левый берег, правый, точнее, берег в основном. А и другая часть работ будет заключаться, наше предложение, по крайней мере, это перевод на газ, порядка 50% этих малых котельных, автоматизация их. Перемены в крупных городах края стали возможными благодаря тому, что руководство СГК и муниципалитетов края смотрят в одну сторону. И задачи им приходится решать одни, во благо жителей. Это в рамках пресс-конференции подчеркнули особенно. Так что все перемены будущего года – лишь начало долгой и плодотворной работы. Татьяна Голубева, Николай Шелко. Наши новости. Уроженка краевой столицы Мария Бутина, арестованная в США, до сих пор находится в изоляторе американской тюрьмы, сообщают Федеральное информационное агентство. По словам отца Марии, несмотря на обещание администрации исправительного учреждения перевести ее на общий режим, Бутину оставили в одиночной камере. В комментариях газете «Известия» отец девушки предполагает, что в одиночке она останется до следующего судебного заседания, то есть до 12 февраля следующего года. Напомним, гражданку России еще в июле задержали по подозрению в работе иностранным агентом в США. 13 декабря на заседании суда Мария частично признала свою вину. Российские дипломаты, которые навещали Бутину, отмечают, что нашу гражданку продолжают содержать в тяжелых условиях. Жители села Новая Зорь и Павловского района боятся, что останутся без Дома культуры в канун Нового года. Здание уже не первый год находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Это единственный ДК в селе, где проживает 3,5 тысячи человек. Местные чиновники долгое время не могли определиться, кто должен содержать аварийное помещение и оплачивать его ремонт. Дело в том, рассказал глава Новозоринского сельсовета, что основная часть здания ДК находится на балансе администрации Павловского района и лишь его малая часть в ведении местного сельсовета. Решение вопроса затянулось. На носу праздничное мероприятие, которое негде проводить, в здании опасно находиться. Правда, глава нас заверил, что без праздника сельчане не останутся. Кровлю отремонтируют в течение четырех дней, причем на районные средства. По результатам выполненных работ, сельский совет сейчас заключил муниципальный контракт на ремонт кровли. Ремонт кровли заканчивается. Цена вопроса 2 миллиона 63 тысячи рублей. И финансирование ждем. Окончание работ будет, мы заявку сделаем на финансирование. Ожидаем, что профинансируют. Успеет ли подрядная организация завершить работу в срок? И почему так долго решался вопрос с ремонтом Дома культуры, мы расскажем в ближайших выпусках. Тройню сегодня выписали в краевом перинатальном центре. Поздравить новоиспеченных родителей пришли родственники, друзья и сами сотрудники больницы. В истории учреждения такое событие уже 50-е, а в 2018-м второе. Всего же в Алтайском крае в этом году родилось 6 троин. Это больше, чем год назад. В 2017-м на Алтае их появилось 4. Молодые родители живут вместе уже 9 лет, и рождение сразу трех мальчиков стало для них настоящим потрясением. Да больше радость была, чем неожиданность. Хотя я же неожиданность. Было неожиданно, конечно. Мы совсем не думали, что сразу раз и трое получится. Но сначала, мне кажется, у меня первую секунду, может быть, даже радости-то совсем и не было. Больше был страх. Ну а потом все собрались. Вместе с ребятишками родители заберут и региональную выплату за появление в семье одновременно троих детей в 150 тысяч рублей. Кроме того, семье вручили сертификат на выплату материнского капитала в размере 453 тысяч рублей. Кстати, за 2018 год такие пособия получили уже 4,5 тысячи барнаульских семей. Лучшие пловцы Сибири померяются с силами в Барнауле. Сегодня и завтра в спорткомплексе ОПП проходит финал всероссийских соревнований Кубок Сибири по плаванию. Почему 25-й год подряд спортсмены неизменно приезжают в краевую столицу, узнавал Илья Кочетков. Баттерфляй, брас, вольный стиль, 50-100 метров. 700 юных, младше 17 лет, пловцов из 35 городов Сибири, а в этом году даже из Казахстана и Монголии. Организаторы подчеркивают, за 25 лет Кубок подарил российскому спорту немало ярких имен. Добиться этого удалось, уверена Ани, тем, что соревнования проводили, несмотря на все трудности, которые переживала за эти годы страна. Это хорошая традиция, потому что во многих видах спорта, ну, раньше были и сибириады различные, и различные тоже кубки. Собственно говоря, в основном остались сейчас только оперенства и чемпионаты Сибири. Поэтому дополнительные такие соревнования, которые имеют и статусность, и представительность, конечно, они нужны. Один из тех, для кого Кубок когда-то стал трамплином в большой спорт, олимпийский призер Андрей Гречин. Он говорит, у наших и на этот раз есть большие шансы показать высокие результаты. Когда я уже плавал, алтайские спортсмены всегда занимали высокие места на этих соревнованиях. Поэтому у нас достаточно хорошая юношеская школа. Я думаю, что ребята поборются и покажут хорошие результаты. Соревнования продлятся два дня. Кого назовут лучшими пловцами уходящего сезона, станет известно уже завтра. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. И о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. Итак, в крае по-прежнему морозно и без осадков. Ночные температуры до 39 градусов со знаком минус. Днем в Славгороде минус 26, около 24 морозов камни на Обе и Рубцовске, в Заринске 22 ниже ноля. В Барнауле без осадков ночью 28, температура днем 22 градуса мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Звоните. У меня все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова